Привет всем! Это видео я пишу у стен Мариинского дворца. Хотел записывать его у Верховной Рады Украины, но, к сожалению, там сейчас несколько громко. У нас играют динамики на сцене Майдана, Майдана Фопов, и, к сожалению, видео там записать уже невозможно из-за звука. Но ничего страшного. О чем я хотел поговорить? Вот о чем. Очень многие мои читатели и те, кто смотрит мои видео, они довольно-таки с большим скептицизмом и даже с долей злой иронии отнеслись как к демонстрациям Фопов, так и к демонстрациям Бляхеров и к демонстрациям представителей Банка Аркады, которые здесь были в Киеве, и потешались над ними всячески, и измывались, и говорили, что так вам, мол, и надо. Да, одни лохи, вторые спекулянты, третьи там контрабандисты. Как только ни называли, каких только эпитетов ни предоставляли представителям этих людей, которые на самом деле борются за свои права. И вот эти вот, кому это все было смешно, и те, кто оправдывал действия зеленых в Раде, этих маленьких подлинных зеленых человечков, которые там засели, оправдывали их действия, то я вас хочу обрадовать. Вот, на этот раз они превзошли сами себя, в лице, например, вот этой вот женщины с не очень тяжелым поведением, которую по фамилии Третьякова, которая ей предложила новый законопроект, законопроект, за номером 3613, который был принят, на счастье всем вам. На этот раз, на этот раз, ребята, все это касается не каких-то там фопов, бляхеров, на которых вам плевать и над которыми вы смеялись, а это напрямую касается вас. И каким же образом это все происходит? Сейчас я расскажу. Смотрите. О чем говорит вообще закон 36 пред 13? По-большому, если вкратце сказать, с сегодняшнего дня вы все не платильщики алиментов, ни больше, ни меньше, включая ваших дедушек и бабушек. Вот как они это придумали. О чем идет речь более подробно? Сейчас объясню. Смотрите. Этот закон, фактически это не новый закон, фактически это правки по закону о борьбе с неплательщиками алиментов, в которые просто лихо дописаны практически в любой пункт, в котором говорится о наказании этих подлых неплательщиков, дописана одна фраза. А также неплотники коммунальных послуг. Понятно? Плохо еще не стало? Сейчас станет, подождите. Значит, о чем идет речь? Раньше были довольно жесткие, и это понятно, потому что, жесткие ограничения, и это понятно, потому что сделал ребенка, за него надо платить, тут без вопросов. Были довольно жесткие ограничения в отношении тех, кто не платит алиментов, как женщин, так и мужчин. Это понятно, им не давали ездить на автомобилях, забирали права, не давали выезжать за границу. Там целый ряд, короче говоря, таких вот прелестей, довольно неприятных, которые на их голову свалились. Ничего не скажешь, это где-то и справедливо. Окей. Но теперь к ним приравняли абсолютно всех украинцев, которые задержали коммунальные платежи государству, из-за того, что... Ну, де-факто государство, давайте честно говорить. Из-за того, что это государство отняло у них работу, уничтожило их бизнес, как в случае с ФОПами, или в случае с бляхерами, теми же таксистами и так далее, запретив им работать, не давая им работать, издеваясь над ними, которое забрало у тех же вкладчиков аркады квартиры, им теперь негде жить. Так вот, поиздевавшись, слась над всеми этими людьми, государство руками слуг народа, какого там народа, только непонятно, какого именно народа они там слуги, но это уже второй вопрос отдельного, так сказать, исследования, они подмахнули такую вот бумажку о том, что вы все теперь неплательщики алиментов, де-факто, со всеми вытекающими обстоятельствами. Более того, чтобы вы понимали, этим взмахом пера слуги допустили, уничтожили, точнее, неприкосновенность вашего жилища, о чем идет речь. Теперь те же самые взыскатели долгов ваших, фирмы вот эти вот, фактически это бандиты, смогут без вашего ведома заходить к вам в квартиру с тем, чтобы отключить вас от коммунальных услуг или же вообще провести любые действия, забрать у вас ценности, по всей видимости, я не знаю, что они там надумают и что-то сделать, но вот этот закон им это делать разрешает. Все же мы прекрасно понимаем, услугами какой публики будет пользоваться коммунальное предприятие для выбивания долгов с вас, ваших родителей, ваших дедушек и бабушек. Придут к вам, к ним двухметровые стриженные амбалы, на законных основаниях выбьют дверь, поиздеваются в власть и забьют. С женщинами там, не знаю, будет, наверное, отдельный разговор, они же это любят. И, собственно говоря, на этом все. Вот так вот, вот что приняли зеленые слуги. Вот такое теперь будет отношение к украинцам, вот так мы теперь будем жить. То есть вы все теперь не плательщики алиментов, а ваше жилье теперь не является неприкосновенной крепостью. Вы смеялись над ФОПами, вы смеялись над представителями несчастными этого банка Аркада, который сгорел. Ну, я вас поздравляю, зеленые человечки пришли за вами. Это случилось гораздо быстрее, чем то, на что вы могли рассчитывать. Это случилось уже, закон уже принят. Правда, вот этот вот товарищ, который называет себя президентом, который там сидит, по всей видимости, ни на что не влияя в президентском дворце, я не знаю, может, у него осталась какая-то капля совести, какая-то капля здравого смысла, и он такого не подпишет, этого кошмара. Но, честно говоря, в это верится с большим трудом, и я думаю, что даю 90% на то, что он, конечно, вот этот вот ужас и кошмар подпишет. Так что я вас поздравляю. Ваше жилье теперь может зайти любой бандит. Сделать с вами он может все, что хочет. Вы теперь все не плательщики алиментов, поскольку, сами понимаете, любой из нас иногда задерживает оплату коммуналки просто потому, не потому, что он такой плохой человек, а просто потому, что у него, ну, как бы с деньгами немножко сутужно. И иногда стоит вопрос, то ли ребенка накормить, то ли за коммуналку заплатить. Так вот, теперь ваши дети будут голодными, не сомневайтесь, потому что вы понесетесь платить за коммуналку. А дети потом поедут, то не страшно. Ну, это логика слуг народа. Чего народа? Я вас поздравляю. 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 Продолжение следует...